МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! С вами прогулки по Израилю и я, Лика Длугач. На дворе февраль. Колубое небо, светит солнце, плюс 20 градусов и отличное настроение. Все необходимое для того, чтобы прогуляться по нашей чудесной стране. Нас ждут театральные представления, шпионские страсти, горные ущелья и водопады. Итак, в сегодняшней программе вы увидите. Национальный парк и заповедник Эйнгеди. Чудо в сердце иудейской пустыни. Шпионы в фильмах и в реальной жизни. Продолжение интервью с агентом Масада Авнером Авраамом. В фестивале арабского театра в Древнем Акко открывает новые имена. Тропический оазис в самом сердце иудейской пустыни. Величественные скалы, ручьи, водопады, редкие виды птиц и животных. Когда-то библейский город и место сражений, ныне один из самых известных национальных парков Израиля, расположенный на берегу Мертвого моря. Наверное, вы уже догадались. Мы с вами едем в заповедник Эйнгеди. Окруженный величественными скалами, расположенный в непосредственной близости от национального парка Масада, уголок живой природы между Иудейской пустыней и Мертвым морем заповедника Эйнгеди буквально пронизан узкими тропами, ручьями, с водопадами, как драгоценными источниками живительной влаги посреди марсианского пейзажа. Эйнгеди – это мой дом, это самое красивое место на Земле. Я завидую людям, которые до сих пор здесь не бывали. В мире мало мест подобных Эйнгеди. Здесь даже в июле и в августе при температуре свыше 40 градусов течет прохладная вода. Такое редко ты увидишь. По заповеднику Эйнгеди можно бродить в любое время года, наслаждаясь его великолепными пейзажами. С этой точки открывается чудесный вид. И очень интересный. Посмотрите, какая многослойность. На уровне горизонта видна Иордания, затем Мертвое море. А здесь уже заповедник Эйнгеди. Причем отсюда до Мертвого моря буквально метров 500. Этот тропический оазис, возникший благодаря сочетанию пустынного климата и испарения от ручьев, чьеводы за несколько тысячелетий создали гигантские каньоны, поражает многообразием и великолепием своей флоры и фауны. В этом потрясающем ущелье водятся самые разные животные. А кажется, что там никого нет. На самом деле, иногда, если остановиться прямо в этой точке и присмотреться, можно увидеть, как прямо по вот этой стене вертикальной практически пробегает стадо нубийских козлов. Как они держатся за эти скалы своими копытами, я понятия не имею. Даже если вы окажетесь в этих заповедных местах без сопровождения, то вряд ли останетесь в полном одиночестве. Компания в виде местных горных козлов или скалистых доманов вам обеспечена. Там такие меховые животные спрятались. Вы думаете, что это какие-то хомяки или сурки? Ничего подобного. Это ближайшие родственники слонов. Привет слонам! Шалом! Это, конечно, потрясающе. Просто на расстоянии вытянутой руки целое семейство доманов. Там родители очень на меня внимательно смотрят. И целый выводок малышни. Жутко смешные. Слоны. Посетителям заповедника предлагаются маршруты разной степени сложности. Самый доступный подойдет даже инвалиду на коляске. Для опытных туристов проложены три тропы с восхождениями на окрестные горы. Для покорения вершин в обязательном порядке необходима удобная спортивная обувь и хороший запас питьевой воды. Водопад Давида, около которого мы стоим, наверное, самое красивое место здесь. Это финальная точка нижнего, самого короткого маршрута. Здесь абсолютная тишина. Если вы вдруг захотите длинной прогулки, тогда вы можете подняться по большой тропе, по длинному маршруту, на самую вершину горы, откуда открывается фантастический вид на Мертвое море. А пока мы посидим здесь. Послушаем шум водопада. Заповедник Аенгеди богат не только фауной, но и археологическими достопримечательностями. В свое время оазис посреди иудейской пустыни стал убежищем для будущего царя Давида, который укрывался здесь у царя Саула, пожелавшего его убить. В самом низу у подножия заповедника находится одна из жемчужин этой местности – руины древнего города, который существовал примерно с 7 века до н.э. Здесь сохранились остатки синагоги римско-византийского периода, на мозаичных полах которой можно увидеть загадочные надписи. Здесь потрясающе сохранившиеся мозаики. Самое интересное, наверное, из них – это текст на арамейском, который гласит, что невероятные кары и неприятности ждут тех, кто будет сеять раздор между жителями усиления, а также украдет или куда-то унесет секрет этого города. Тайной города мог быть секрет изготовления загадочного бальзама древности – афродизиака, который производили из растения под названием афорсемон. Историки предполагают, что оно было уничтожено римлянами. И что это был за вид, сегодня никто доподлинно установить не может. Энгиди на самом деле лично для меня место силы, скалы, природа. Это вода, падающая вниз с невероятной скоростью и силой. И фантастический воздух. Мне кажется, я не знаю других таких мест. В прошлой программе мы показали первую часть интервью с ветераном израильской разведки Моссад Авнером Авраамом. Выйдя в отставку, Авнер читает лекции по всему миру, делает выставки и консультирует голливудские фильмы. О том, как снимается шпионское кино и какой для этого нужен реквизит, вы узнаете в продолжении интервью. Должен ли шпион быть немного актером? Разумеется. Как это? Все время притворяться. Вы должны поверить в то, что ваша роль – это и есть вы. Новое имя, новая личность, новая жизнь. В вашей обычной жизни сейчас здесь, в Израиле. У вас сохранилась привычка притворяться? Или сейчас вы – это вы? Сейчас наше агентство «Легенды шпионажа» выступает консультантом в шпионских фильмах в Голливуде. И наша работа на съемках тоже окутана тайнами, и мы храним их так же, как агенты Моссада хранят свои тайны. Мы не можем, например, говорить о проектах, не можем рассказывать о том, над каким фильмом сейчас работаем. Но в некоторых фильмах вы все-таки можете увидеть меня в роли Камео. В каких фильмах мы можем вас увидеть? К примеру, я снялся в фильме «Операция финал». В этой картине я появляюсь в роли одного из друзей главного героя. Мы сидим там с ним в одном из кафе и играем в карты. Это фильм о захвате нацистского преступника Эйхмана. «Операция финал»? Да. Художественный фильм «Операция финал» основан на реальных событиях. Он рассказывает о поимке в Аргентине и доставке в Израиль известного нацистского преступника Адольфа Эйхмана, отвечавшего за окончательное решение еврейского вопроса. После войны Эйхман скрывался от правосудия в Аргентине. В мае 1960 года агенты израильской разведки Моссад похитили Эйхмана и вывезли его в Израиль. Операцию возглавил лично директор Моссада. Все участники операции были добровольцами. Большинство из них либо сами пострадали от нацистов во время войны, либо были членами семей погибших родственников. Все они были предупреждены, что Эйхмана необходимо доставить в Израиль живым и невредимым. 1 апреля 1961 года начался судебный процесс, в ходе которого выступило множество свидетелей, переживших Холокост. 15 декабря 1961 года Эйхману зачитали смертный приговор, признав его военным преступником, виновным в злодеяниях, против еврейского народа и против человечности. Чем так особенно эта операция? Эту операцию провели в 1960 году, и сегодня, пожалуй, ее можно назвать примитивной. Тогда не было айфонов и не было таких средств связи, как сейчас. Вот представьте, первый агент приземляется в Аргентине и делает фотоаппаратом Лейка несколько кадров предполагаемого Эйхмана. Потом ему надо проявить пленку. Он идет в обычное фотоателье, проявляет пленку, печатает фотографии, и после этого он должен попросить кого-нибудь местного, кто летит в Израиль, прихватить с собой эти фотографии, чтобы передать их в Моссад. И все это занимает много времени. Также важно понимать, что почти все агенты Моссада, которые принимали участие в операции по поимке нацистского преступника Адольфа Эйхмана, либо сами пережили Холокост, либо были детьми, выживших в катастрофе. И Эйхмана нужно было доставить в Израиль живым. Моссад должен был продумать все мельчайшие детали. Например, у вас есть 11 агентов. Каждый из них должен прилететь в разное время из разных стран с поддельными паспортами. Вы считаетесь одним из крупнейших специалистов по Эйхману. Я мировой эксперт по истории захвата Эйхмана. Это началось примерно 10 лет назад, когда я служил в Моссаде и случайно наткнулся в архиве на несколько коробок с документами, фотографиями, картами и прочими атрибутами этой уникальной операции. Я решил организовать небольшую выставку для сотрудников Моссада. И вот однажды к нам в управление приехал с визитом премьер-министр Беньямин Нетаньяу. Он обратил внимание на экспозицию и сказал мне, «Я бы очень хотел, чтобы вы приехали с этой выставкой в Иерусалим, в Кнессет». Я попросил разрешения от шефа Моссада, и он сказал, что не возражает. И вот я впервые со своей экспозицией отправился в Иерусалим. А потом в Израиль приехал один американец еврейского происхождения и пригласил нас с этой выставкой в Америку. Мы добавили разные интересные экспонаты, и уже через несколько лет провели огромную выставку на территории более полутора тысяч квадратных метров. И последние четыре года я много путешествовал по разным уголкам Соединенных Штатов Америки. Из Манхэттена во Флориду, из Нового Орлеана в Техас. С выставкой ездили? Да, это огромная выставка. Более миллиона двухсот тысяч человек посетили ее, и многие из них после посещения оставляли для меня какие-то документы, фотографии, паспорта. Таким образом, я стал самым крупным коллекционером по делу Эйхмана. Я знаю очень много. Почти каждую неделю я получаю из разных источников новую информацию об этой операции. В этом чемоданчике собраны интересные экспонаты передвижной выставки, посвященной поимке Адольфа Эйхмана, с которой я путешествую по всему миру. Здесь есть несколько отделений. Вот тут, например, мы видим поддельный израильский паспорт с фотографией Эйхмана. Паспорт нужен был, чтобы вывезти нациста из Аргентины под видом пилота авиакомпании «Эль-Аль». А вот здесь можно увидеть личное дело оберштурбманфюрера СС Адольфа Эйхмана. Его фотокарточка, некоторые данные о нем. Из них, кстати, Мусаду, стало известно дата рождения преступника – 21 марта. Если знаешь, когда человек родился, легче поймать его. В свой день рождения он наверняка будет дома. А здесь у нас настоящая виниловая пластинка с записью судебного процесса Эйхмана. Это оригинал. Понимаете, в Израиле в то время не было телевизионного вещания. Я обратил внимание на эту важную деталь, поскольку во время съемок фильма в декорациях квартир израильтян поставили телевизоры. И я сказал, нет, нет, погодите. В Израиле тогда не было телевидения. Оно началось только в 1969 году. Люди могли слушать процесс в прямом эфире по радио или купить грампластинку с записью судебного заседания. Здесь у нас фотография из его личного дела, а вторая фотография была сделана агентом Массада в Аргентине в лаборатории полиции Израиля сравнили две этих фотографии и по форме ушей удалось установить, что на этих фотографиях изображен один и тот же человек. Операция по захвату Адольфа Эйхмана на сегодняшний день — главное дело моей жизни. Я настоящий эксперт в нем, и сегодня, когда большинство переживших Холокост уже не с нами, а выжившие не могут путешествовать и рассказывать молодому поколению об ужасах преступлений нацистов, я понял, что мы должны постараться найти креативный подход к тому, как мы говорим о Холокосте. Это очень серьезная и тяжелая тема. Мне кажется, что школьники или студенты сегодня не горят большим желанием посещать ближайший музей Холокоста. Но что, если мы заинтересуем их? Представьте, что там проходит шпионская выставка, и можно увидеть разные крутые шпионские штучки и узнать о судьбе разведчика. Я пытаюсь сказать, что мы можем рассказать о захвате Адольфа Эйхмана, но в самом конце, во время суда над ним, посетители узнают о Холокосте. Посмотрите на тот факт, что в кинотеатрах главного врага современного Израиля, государства Иран, показывают фильм «Операция финал». Как вы думаете, почему? Да потому что это шпионский детектив. Этот жанр очень любят зрители во всем мире. «Операция финал» — это ведь, по сути, не фильм о Холокосте. Но иранские зрители все равно о нем узнают, досмотрев картину до конца. А значит, наша цель будет достигнута. В Америке есть несколько штатов, где уроки по Холокосту обязательны. Эту тему изучают в рамках школьной программы. Я обнаружил, например, что в небольшом городке Скоки — это в штате Иллинойс, северо-западный пригород Чикаго. Так вот, там каждый день сотни школьников приезжают в музей Холокоста и проводят там целый день. Я говорил с некоторыми из них, и это удивительно — видеть американских детей, среди которых и мусульмане, и христиане, и иудеи, и рассказывать им, что такое Холокост, и объяснять, почему он больше никогда не должен повториться. Важно учить наших детей жить в лучшем мире. Новое поколение должно понимать смысл слов «никогда больше». Но чтобы понять это, нужно сначала об этом узнать. Поэтому мое агентство, предоставляющее спикеров, очень успешно консультирует голливудские фильмы. Это не только Голливуд, это еще шпионские музеи и более 250 талантливых людей, с которыми мы сотрудничаем. Как вам пришла в голову идея о создании шпионского агентства? После выхода на пенсию я долгое время читал лекции в США и в Европе и очень много путешествовал по Америке. С приходом в нашу жизнь пандемии, когда закрылись аэропорты и все сели в карантин по домам, в мае прошлого года я разговаривал со своим сыном, его зовут Нов, он студент и, как и многие, остался без работы из-за ковида. И вот я рассказал ему о своей идее. Я сказал, что не могу читать лекции, не могу путешествовать, но хочу попробовать делать это в Зуме. Я знаю большое количество людей, у меня куча знакомых, вот теперь и с вами познакомился. В общем, у меня множество связей и знакомств по всему миру. Такова работа. Я знаю еврейские сообщества, музеи, университеты, и я знаю бывших шпионов. Знаю офицеров высшего ранга в отставке из Сил обороны Израиля, знаю людей из Министерства иностранных дел, знаю людей из полиции, профессоров университетов. Так мы и решили основать агентство спикеров. И мы начали строить наше агентство тайно, вели закрытые переговоры с сотнями людей, главой службы безопасности Израиля, заместителем оборонного ведомства, профессором, шпионом. В общем, мы собрали всех этих людей, получили от них согласие, сделали отличную презентацию и построили наш сайт. И в один прекрасный день, кажется, это было 1 августа, мы запустили проект. Представьте себе людей, которые так много сделали в своей жизни для Израиля, 80-летние, 70-летние, уважаемые, обладающие огромными знаниями, по сути, настоящие герои, которые сегодня сидят дома, в изоляции, они чувствуют, что никому не нужны. И тут появляешься ты и говоришь, «Здравствуйте, вам скучно сидеть дома? А не хотите ли почитать лекции?» Например, мой сын, когда смотрит шпионские фильмы, находит потом в Фейсбук актеров, исполнителей главных ролей, и предлагает им сотрудничество. И уже через пару дней они становятся частью нашего агентства. Я помню, как лично ездил в Тель-Авив и в антикварных магазинах искал и покупал старые книги, чтобы отправить их в Аргентину, где снимали кино, в том числе израильские сцены. В декорациях израильского кафе есть стеллажи с книгами. Мне было важно, чтобы они были изданы и написаны до 1960 года, чтобы все выглядело аутентично и достоверно. Я ходил по нумизматическим магазинам и приобретал старые израильские монеты. Тогда денежная единица Израиля была лира. Также покупал карты, в которые играют герои фильма. Они тоже были настоящие и аутентичные. Это студия агентства Spy Legends. Здесь мы проводим большую часть времени, за исключением локдаунов и карантинов, когда приходится работать из дома. В этой студии представлены разные предметы и атрибуты нашей работы. Книги, написанные нашими спикерами. Также вы можете увидеть здесь медали, которые мы изготавляем сами. Они посвящены операциям Моссада. Сегодня у нас уже девять медалей. И вот это посвящено 60-летию операции «Финал». Когда я вижу кого-то интересного по телевизору или в кино, то на следующий день нахожу этого человека и делаю ему предложение. Вы говорите, мы нашли тех, мы вышли на этих, и от вас, надо сказать, это звучит несколько по-иному, чем от обычного человека, что вы кого-то нашли. Если вы приметили кого-то интересного, то вы не звоните ему напрямую. Например, это известный журналист. Так вот, вы находите другого журналиста, с которым уже работаете, и обращаетесь к нему с просьбой позвонить тому, кто вам нужен, и попросить его перезвонить вам. Чтобы его напугать? Нет, чтобы предложить ему присоединиться к нам, только не напрямую, а через посредника. И уже потом интересующий меня журналист сам звонит мне. Это как после первого свидания, кто кому должен позвонить или оставить сообщение первым. У вас такая фантастическая коллекция бывших шпионов, бывших агентов, очень интересных людей. Вы не собираетесь выпустить книжку, основанную на их историях? Вы знаете, это отличный вопрос, потому что как раз сейчас мы работаем над новым проектом, который мы назовем «Книга легенд шпионажа». Поверьте, это будут самые захватывающие истории от каждого нашего спикера. А ваша история будет в этой книге? Разумеется. Израиль – страна богатой культуры, в том числе и театральной. Классический, авангардистский, экспериментальный театр, чего здесь только нет. Мы с вами сегодня побываем в Акка на очень необычном театральном фестивале, где все спектакли идут на арабском языке. Театр существует в нашей жизни более двух с половиной тысяч лет. Древние греки называли его зрелищным видом искусства и в аллегорической форме прибегали к изображению ритуальных праздников, явлений природы, смен времен года, сбора урожая и даже своих трудовых будней. Но театр быстро эволюционировал, и его развитие в разных странах всегда было неотделимо от развития общества и культуры в целом. Арабский театр долгое время оставался консервативным. Женские роли в традиционной манере исполняли мужчины. Лишь в середине XIX века в Бейруте была впервые адаптирована пьеса Мольера «Скупой». Но вскоре центром арабского театра становится граничащий с Израилем Египет, под влиянием которого стали появляться театральные труппы и в соседних странах. Уникальный театральный фестиваль «Масрахид», в котором все актеры играют на арабском языке, в 19-й раз прошел в израильском городе Ака, в древнейшей истории которого тесно переплетались иудейская, мусульманская и христианская культуры. «Масрах» на арабском означает «театр», «Авахид-1». Главная цель фестиваля «Масрахид» рассказать широкому зрителю о существовании арабского театра в Израиле, о котором многие даже и не слышали. В этом году фестиваль «Масрахид» впервые проходит в интернет-версии, однако награждение номинантов, несмотря ни на что, было проведено в реальном времени, как и всегда, в здании театрального центра Ака. Возможность впервые за долгое время собраться вместе очень важна как для актеров, так и для зрителей. В программе фестиваля постановки по произведениям молодых драматургов, спектакли по пьесам известных зарубежных классиков. Из года в год жюри отбирают лучшие спектакли самых разных жанров и стилей. Меня очень давно заинтересовала пьеса английского драматурга Гарольда Пинтера «Перед дорогой». Это абсурд, который происходит в глобальном масштабе. А сегодня, в условиях мировой пандемии, эта пьеса стала еще более актуальна для любого общества. Особенность и одновременно преграда на пути развития арабского театра в Израиле и во всем мире – острый дефицит собственных пьес и драматургов. Формирование репертуара арабской театральной сцены строится, как правило, на адаптации произведений европейских и американских писателей, чьи литературные труды зачастую подвергаются значительным изменениям, чтобы соответствовать устоимы традициям арабской культуры. Наше общество очень консервативное. У нас не принято публично обсуждать личные отношения или проблемы в семье. Это не означает, что пьесы, адаптированные под нашу культуру, становятся хуже. Просто они немного другие. Необходимо всегда задумываться над тем, что делаешь или говоришь на сцене, чтобы никого не оскорбить. Сегодня в Израиле живут более двух миллионов арабов. Это пятая часть населения страны. Образ жизни, традиции и устои в арабском секторе и сегодня во многом консервативны. Поэтому людям, которые решили посвятить свою жизнь театру, нередко приходится бороться со стереотипами, критикой, непониманием и осуждениями в свой адрес. В моей деревне раньше не было ни одного театра или театральной труппы. Но за последние 20 лет совершенно очевидно, что арабский театр доказал свое право на существование и занял почетное место в жизни израильского общества. Фестиваль Масрахид уже многие годы остается единственной площадкой для продвижения арабского театра в израильском обществе. Даже сегодня, в условиях мировой пандемии, организаторы делают все для того, чтобы фестиваль продолжал жить и открывать новые имена. Я стала победительницей в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в пьесе «Энигма». Сейчас я невероятно счастлива, что победила. Я уверена, что такие фестивали очень полезны для популяризации арабской культуры в Израиле и в мире. Это позволяет нам разрушать стереотипы и границы, поднимать важные вопросы. И в этом заслуга подобных мероприятий, которые годами меняли сознание людей. Это были прогулки по Израилю. И я, Лика Длугач, прощаюсь с вами на одну неделю. Очень скоро снова увидимся. Счастливо, удачи, пока. Редактор субтитров А.Семкин